План мероприятий у нас в программе, проектах. И вот на ваш взгляд, все-таки, существующая института, существующая инфраструктура поддержки, она требует ли изменений как таковых? То есть она требует настройки или требует все-таки каких-то кардинальных поисков, кардинальных перестройков поисков, каких-то новых вариантов их реализации и вообще в принципе создания принципиально нового служба? Друзья, для того, чтобы ответить на этот и последний вопрос, я просто обязан представить такую картинку такого исторического развития отношения к инфраструктуре, технологического развития стартапов в нашей стране. Константин сейчас, когда подробно рассказывал о ситуации вокруг, например, Сколково, резидентом Сколково, отметил очень важный факт. Происходит рост числа заявок, которые получают и фонд Сколково, и другие фонды на поддержку. Является ли эта динамика случайной? Нет, коллеги, не является. Для того, чтобы это пояснить, я хотел бы рассказать о том, что, на мой взгляд, за последнее время мы наблюдали и наблюдаем минимум три важных этапа в отношении к инфраструктуре. Допустим, начнем с 1998 года и по 2008-10, далее до 2015, и сейчас, я думаю, тот период, который мы наблюдаем сейчас, он будет длиться примерно до 2024 года с учетом тех национальных проектов, которые реализуются в нашей стране. С 1998 года, сразу после финансово-экономического кризиса, который был, постепенно мы наблюдали рост числа вложений государства в научную деятельность. Постоянно происходило увеличение затрат в бюджетной науке, и примерно в 2015 году стали подводить итоги этого вложения. И обратили внимание, что денег стали тратить за прошедшие с 1998 года, 2008 год, за 10 лет, денег стали в 2-3 раза больше тратить, а стартапов и инноваций больше не стало. И в этот момент, когда провели вот такую рефлексию, задались вопросом, почему. Возник ответ, недостаточно или нет инфраструктуры для дальнейшей коммерциализации тех разработок, которые были сделаны. Из 2008 года появляется несколько фондов, это была российская речерная компания, дальше фонд Сколково, другие фонды, которые целенаправленно занимались созданием именно инфраструктуры. И к 2015 году наша экосистема поддержки инноваций вошла в число лидеров, мы занимаем четвертое место в Европе по ряду показателей. И, значит, вот эта статистика, она была очень-очень хорошей. Значит, и снова стали задавать вопрос, вот теперь у нас и затрат, значит, в государстве много, и инфраструктура у нас хорошая. Стало ли больше инноваций? Посмотрели, сказали, ну, стало ли больше, но вот все не так много, как хотелось бы. И примерно с 2015 года и до настоящего времени мы находимся в третьем цикле, в третьем витке, в третьем подходе к развитию экономики, цифровой технологии различных новых внедрений. А именно, государство, а также проактивные лидеры бизнес-сообщества, научного сообщества, занимаются тем, что формулируют амбициозные прорывные цели. Когда мы говорим о технологическом прорыве, мы говорим о том, что мы начинаем ставить перед собой невозможные задачи. Некоторые из этих задач формулируются в дорожных картах. Вы знаете, что сегодня с двух часов и завтра до двух часов пройдет презентация девяти дорожных карт с правовой экономики. В рамках этих дорожных карт экспертное сообщество думает и ставит перед собой те задачи, о которых они не думают зачастую и за рубежом. Для чего это нужно? Нужно ровно для того, чтобы увеличивалось количество проектов, нацеленных на конкретный результат, с ростом технологических характеристик нашей продукции, количества качественных, экономических. Соответственно, эта динамика увеличения заявок в фонды связана с тем, что постоянно происходит с 2015 года работа по поддержке этого процесса. Сначала это было запущено в рамках национальной технологической инициативы, сейчас ровно этот же подход осуществляется в рамках цифровой экономики. Теперь непосредственно к вопросу, нужна ли цифровая экономика какая-то другая новая инфраструктура. Безусловно, отдельные инфраструктурные задачи ставятся, если мы говорим об информационной инфраструктуре. Там очень много задач с появлением новых сетей, 5G, интернетных вещей. Но с точки зрения развития цифровых технологий, наш подход связан с тем, чтобы научиться еще более эффективно использовать инфраструктуру, которая уже создана сейчас. И именно поэтому, когда правительство разрабатывало систему мер по поддержке развития цифровых технологий, 3 мая правительство выпустило 6 восстановлений правительства в 6 инструментах поддержки, в том числе поддержки отраслевых проектов цифровой трансформации, оператору которых, я надеюсь, будет фонд Сколково после оформления соответствующих документов. Именно поэтому правительство опиралось на существующие инструменты и институты развития, для того, чтобы не тратить время и силы на создание новых. Поэтому я очень надеюсь, что мы наладим и будем продолжать дальше конструктивную работу. Для нас сейчас очень важно научиться работать с системами развития в одном общем походе. Сейчас мы договорились о том, например, что будем финансировать все технологические разработки в строго в соответствии с приоритетами дорожных акций. Мы договорились о том, что правила и критерии отбора тех технологических и экономических задач, которые будут определены в конкурсах, будут вырабатываться совместно. Это очень важный результат совместной работы бизнес-сообщества, результатов развития и научных организаций. Вот что я хотел бы сказать в этом помню. Спасибо за такой комментарий. У меня вопрос и у вас, и у Константина, которые звучали о том, что да, экосистема существует, она функционирует, но в то же время у нас есть определенный запрос на увеличение эффективности и понимание того, каким образом количество переходит в качество. И здесь у меня вопрос, достаточно ли сформированная сейчас экосистема в части реализации условно-сквозной поддержки организаций вот в посевной стадии, в промышленной стадии, в рамках именно института поддержки. То есть, если вот эта вот, условно, передача вот этой вот организации и компании, которые начинают свой рост, с момента начала ее реализации на правах одного института поддержки, то уже непосредственно вывода ей про обычного применения. Потому что мне кажется, что за каждой жизненно-свозной организацией эти меры поддержки, объемы финансирования, принципы финансирования и принципы именно поддержки, они немножко разные. Хорошо. Конечно, лучше бы на этот вопрос отвечал просто Константин Пашин, потому что фонд Сколково сейчас является лидером инициативы по созданию платформы взаимодействия всех институтов развития в нашей стране. Сейчас Константин Пашин поподробнее расскажет. Я просто хотел в один момент отметить. На мой взгляд, там принципиальный момент является то, что такой проникливающий нить является проект. То есть, опять-таки, не инфраструктурные элементы, а именно та компания, которую нужно вырасти. То есть, где-то именно о ровном продолжении и логике, о которой я говорю, что с 2015 года речь идет о выращивании прорывных команд и о росте фикматических видов. Константин, мне кажется, что ваш комментарий здесь бесценен. Да, я напомню. На самом деле задачи, когда кажется очевидной, почему вот с 98-го года летописи «Саваси» введем, до сих пор почему-то нет такого портала, какой-то, не знаю, социальной сети, какой-то любой другой площадки, которая бы отвечала на вопросы, что там происходило с этим проектом, кто там акционеры, сколько они инвестиций, какие грамоты получали, что у них какие-то успехи на рынке. И вообще-то вот простые, казалось, вопросы, которые могли бы помочь найти в то время инвесторах, помочь найти партнеров, заказчиков и так далее. Вот такой площадки действительно нет. И сейчас не углубляясь, там исторические причины, почему это исходно случилось, но на сегодняшний день задача, когда действительно постепенно решается, она решается действительно постепенно, потому что, как оказалось, она не такая простая. Например, вообще механизм раскрытия информации, раскрытия информации, не только которая относится к категории открытой информации, как компания сдаёт, она поискова контента доступа практически. А та информация, о которой мы сейчас с вами говорим, механизм её аккумулирования, механизм её раскрытия, механизм её защиты, это на самом деле оказалось достаточно сложной, не только технологической, с помощью организационно-административной задачи. Но ещё раз говорю, нам кажется, что мы нашли цепь, не побоюсь этого слова, такая стандартная, такая блокчейн, нам в этом будет помогать, потому что мы как раз хотим внедрить видеологию, при которой в публичном доступе будет находиться некая индексированная база, а сами первичные данные будут пока оставаться у владельцев. Это, на самом деле, снимает массу проблем. Ну, сам себе блокчейн очень хорошая платформа для создания действительно той самой среды доверия к нам. вот таким проектом такого масштаба, его уровень доверия, к нему доверия, правда, в совершенно аспектах доверия в качестве информации, доверие к той информации, где уйдёт куда-то без контроля. То есть вот здесь идеология, скорее, холософия плачейна, она ложится, думаю, очень хорошо, поэтому надеюсь, что будет таким существенным подспорьем нам, чтобы вот эта площадка насильно заработала эффективно. И, кроме того, если говорить вот о стыковках, на самом деле, не надо предупрошать действительность, конечно, вот такой идеальной картины мира, где каждая компания психологическая, революционная может себе простроить траекторию движения от одного до развития к другому, от одной мероподдержки к другому, пока, к сожалению, не сложилось. Я больше скажу, мы внутри себя зачастую вот такие траектории выстраиваем там путём каких-то дискуссий и споров. Но, наверное, всё-таки вот, как я с Сергеем согласен, вот тут третий этап зрелый, по-настоящему зрелый, да, где есть инфраструктура, где есть и деньги, и есть и рынок, и по идее, это одно мероподдержка, это одно фаза, а другое, не двое. Мы находимся, ну, если не на пороге, мы даже уже внутри вот этого следующей фазы. И здесь ещё одну инициативу хотел бы ответить, тоже важную очень, это инициатива, которая связана с выполнением стимулирования бизнес-ангелов, про это много достаточно писали в прессе не так давно. Не тема, наверное, сегодняшнего совещания, но, говоря о мероподдержке, не надо забывать, что на ранних этапах, на тех фазах, когда возникают идей, когда идей может либо выжить, либо умереть, а, к сожалению, соотношение пользы выживших не очень большое. Крайне важны как раз такие институты, которые недосударственные участки для бизнес-ангелов, поэтому тот факт, что сейчас опускается также по прямому участию на ходу Сколково пилотный проект по дополнительной мотивации по компенсации части расходов для бизнес-ангелов, их инвестиционных расходов, потому что он тоже может оказать существенную, существенную поддержку. Мы просто видим этот запрос сын от десятков, если не сотни самих инвесторов и проектов измеряется. Надеюсь, что это новая воронка, новая генерация проектов, которая возникнет, в свою очередь тоже в виде волны уже более зрелых проектов в течение ближайшего года-двух, догонит и существенно обогатит нашу общую с вами инновационную систему. Поэтому если резюмируете ответ на ваш вопрос, действительно задача сложная, вот такого рода интеграция там есть для сложности, как я сказал, но так кажется, что вот мы, наверное, через год, собравшись здесь, сможем уже какие-то итоги подвести с цифрами, с фактами, с примерами успешными. Кстати, спасибо. Сейчас, опять же, анализируя и программу в целом, и те меры поддержки, которые предлагаются, рассматриваются, и то, что вы сказали раньше, как раз вот запрос по работе с госкомпаниями, с госкомпорациями, по формированию вот этого спроса, мы все равно, даже ставя акцент на том, что мы должны сформировать спрос на уровне госкомпорации, мы все равно говорим о том, что все начинается с маленьких, с небольших инновационных компаний, которые формируют прорывные технологии. И вот здесь я хотел бы задать вопрос Татьяне. Татьяна, расскажите, вот ваш фонд, глядя, опять же, на небольшой индустрии в сторону формирования спроса со стороны госкомпорации, вот как ваш фонд будет на это реагировать? Как вы будете, может быть, изменять свою работу, принципы работы, подходы? То есть вот что, как вы на это реагируете, скажите вопрос. Да, добрый день, коллеги, спасибо за вопрос. Фонд «Соответственно, инновациям», который я сегодня представляю, в этом году отметил такую красивую дату, 25-летие. И за все эти годы, безусловно, мы сформировали уже ряд программ и механизмов, которые работают эффективно и в том числе проекты, которые мы поддерживали, подтверждают это. Поэтому наша задача была, прежде всего, не испортить то хорошее, что мы сделали для рынка и наращивать, скажем так, обороты. До принятия программы «Цифровая экономика» фонд поддерживал проекты в области цифровой технологии, но это не было ключевым приоритетом, это направление. Поэтому сейчас, вот именно в рамках программы, государство уделяет на ближайшие три года более 7 миллиардов рублей на механизмы стимулирования стартапов в области цифровой экономики. Поэтому это будет таким, на наш взгляд, серьезным толчком для развития стартапов в этом направлении. фонда целый комплекс всяких программ, которые реализуются в зависимости от стадии развития проекта и его показателей. Для цифровой экономики мы адаптировали несколько них. Прежде всего, это программа «Умник», это программа, в «Деемгранда» до 500 тысяч рублей, физическим лицам. То есть, это молодые инноваторы, которые, например, учащиеся в университетах, в аспирантурах, либо находясь еще где-то, могут вместо того, чтобы пойти на подработку и не заниматься наукой, если они ею хотят заниматься, да, они могут получить гранд-фонда и позволить дать себе шанс развитием разбить свой проект, запустить свой собственный бизнес. То есть это такая самая стартовая, раннее базовая стадия. Дальше идет программа Start. Это программа, которая направлена на поддержку стартапов. Это либо вновь созданный бизнес, либо бизнес двух-трех лет. В рамках этой программы мы предоставляем гранты от 3 до 5 миллионов рублей на реализацию научных разработок в области цифровых технологий, которых на данном этапе выделено 9, 10 платных цифровых технологий. И плюс к этому у нас будет отдельный конкурс для поддержки проектов по созданию цифровых платформ. Следующим этапом является программа развития. Это программа для поддержки проектов и компаний, которые уже имеют определенную историю, имеют определенный объем выручки, но тем не менее имеют потребность в получении государственной поддержки на реализацию каких-то неокров. И в рамках программы развития фонд предоставляет гранты до 20 миллионов рублей. Но в данном случае мы просим проект уже приходить с софинансированием. То есть от 37 процентов суммы запрашиваемого гранта проект должен принести в небюджетных средствах. И есть еще одна программа. Это программа комменциализация, которую мы тоже развернули в сторону цифровой экономики. Она будет запускаться, скорее всего, только со следующего года. И суть ее как раз в поддержке проектов, которые уже завершили неокров, которые имеют уже результаты интеллектуальной деятельности, но им нужна поддержка и иметь на развитие какой-то там производственной мощности. То есть в этом случае мы опять говорим о гранте до 20 миллионов рублей и о небюджетном софинансировании со стороны собственных средств либо средств инвесторов. Вот все эти механизмы в ближайшие три года позволят нам поддержать около двух тысяч проектов. И цифра сама по себе уже внушительная, это такая довольно объемная, с одной стороны, да. Но с другой стороны мы понимаем, что любой конкурс – это не только количество победителей, это количество тех проектов, которые пришли и заявились, но не смогли получить поддержку. Что это значит? Прежде всего мы транслируем рынку, что государство готово поддерживать такие проекты, что если у вас есть желание, способность создать свой стартап, то нужно сюда идти, потому что если возникнут сложности, то государство поможет. И если привести к примеру, программу «Умник», конкурс на эту программу в нашем плане в порядке тысячи человек на место. То есть если мы поддержим 500 проектов, то это около пяти тысяч человек заинтересовались этой темой, что-то сделали, написали заявку, то есть изучили вопросы, скажем так. «Умник» «Умник» «Умник»